Я уже думал, что сегодня выпустить видео я не успею, потому что мне нужно было побегать по больницам и проверить своё сердечко. Я думал, что там будет капец, как всё плохо, потому что сколько энергетиков я уже выпил, как часто я их пью. Ну, не то чтобы часто прям, но для камеры всё-таки приходится. Кофе сколько вам не было? И вот они результаты. Просто для тех, кто говорит, будешь пить много энергетиков, у тебя будут проблемы с сердцем. Читаю заключительную фразу, самое главное. Нарушения не выявлены. Вот все мои листы. Показывать я прям вот их сами не буду, потому что тут название клиник, мои личные данные. Но просто вот сколько всего я сегодня пережил, чтобы узнать, что у меня не выявлено ни одного нарушения. Так что просто нужно пить правильные энергетики. А как узнать, какие энергетики правильные? Ну, тут всё очень просто. Вообще-то у меня для этого есть целая рубрика, которая называется Energy Test. Ну а сейчас... Хей, ребят! Всем привет! С вами я, Майк Венов, и это канал Pixel. И это 81-й выпуск Energy Test. Погнали! И как я уже и сказал, сегодня у нас 81-й выпуск Energy Test. В котором мы проверим Black Bull Energy Drink. На самом деле, на обзоре с вами у нас сегодня вьетнамский Red Bull. Но для ввоза в Россию его нужно было переименовать в Black Bull. И да, это наконец-таки один из громких иностранных энергосов, что есть у меня на обзоре. Я совсем недавно купил ещё Monster, Venom. Но, к сожалению, они будут далеко не скоро. А вот Black Bull, которым на самом деле Red Bull, давайте сегодня с вами и посмотрим на него. Но несмотря на то, из какой он страны, оцениваться он будет под точно таким же критерием, как и всегда. А именно, первый тип критериев – реклама, дизайн, цена и удобство данного энергетика. Второй тип критериев – цвет, запах, газированность и состав. Ну и третий тип критериев – это вкус и энергичность. Самый важный тип критериев, ведь именно по нему уставляется место в топе. Я не знаю, почему это вспоминал спустя 6 выпусков, но да, у меня 6 выпусков назад выходил топ-75 энергосов. Братан, если ты его не видел, то бегом переходи на канал и смотри. А я продолжаю для тебя снимать. Кстати, друг, если ты хочешь выиграть 50 рублей, то выполняйте условия активности, которые написаны в описании, а именно просмотры, лайки, определённое количество дней и комментарии. И, разумеется, оставляй свой комментарий. Это один из важных пунктов. Давай на этот раз мы напишем, какой региональный энергетик есть у тебя в магазинах. Можно описать регион, в котором ты живёшь. Например, я живу в Ставропольском крае, и у нас есть региональный энергетик, который называется King Energy, и производится он в минеральных водах. Он будет совсем скоро на обзоре, и у меня сердечко болит за то, что наши тоже что-то делают. Я горжусь, горжусь моим маленьким Ставропольским краем. Жду комментариев, а мы приступаем к обзору. Начинаем, как всегда, с рекламы. И казалось бы, что у нас Black Bull. Так какая тут может быть реклама, если, по сути, и энергоса такого не существует. Он только на бумаге для того, чтобы его в Россию можно было возить. Кстати, вся эта проблема, как я понял, связана с тем, что у него нет официального поставщика, именно как магазина, а есть компания, которая поставляет его в Россию. И там нужно было переименовать. Ох, немало, я скажу, у меня ушло на это времени, чтобы всё это понять. Я надеюсь, это заслуживает вашего царского лайка. Так вот, рекламу Red Bull знают абсолютно все. Но я не был во Вьетнаме, и даже если вдруг там нет рекламы с этими рисованными мультяшками, то, во-первых, это всё равно всемирно известный бренд, который, как бы я не любил за вкус, но за то, каких масштабов он достиг, я его просто на самом деле без шуток обожаю. Во-вторых, даже во Вьетнаме у них есть огромное количество рекламы. Нет, серьёзно, вот, например. Да, это только небольшой фрагмент, но у них есть официальный канал, который называется Red Bull Vietnam. А также из соцсетей я нашёл Facebook, может быть, есть что-то ещё, может быть, из местных социальных сетей, но я нашёл только этого. Но, как по мне, этого хватает уже давно. Уже можно было остановиться на том, что это всемирно известный бренд, и поставить этому 10 молний из 10. Итак, дизайн. Даже среди двух быков, которые борются на фоне заката, должен остаться один, и победителем будет самый энергетичный. Да, для Воза в Россию даже изменили дизайн баночки, и чтобы не быть голоснованным, вот такой вот дизайн в оригинале. И, как по мне, и тот, и тот дизайн крутой. И не то чтобы лучше, просто этот дизайн смотрится необычнее. Тот уже как бы привыкся, то есть, несмотря на то, что у него необычная форма баночки, о которой мы с вами скоро поговорим, всё же другие цвета используются в отличие от российского. Другой логотип используется в отличие от российского, и это довольно-таки круто. В углу есть пометочка Gold, и вся банка выполнена в таком золотом стиле. На фоне вместо двух привычных быков, как я уже сказал во время рекламного обзора, у нас один, но чётче прорисованный быкс, я так понимаю, это что-то на вьетнамском языке написано, к сожалению, это я не сильно не переводил, потому что, может быть, и иероглиф я как-нибудь ещё выведу, но вот такой, ребят, нет, нет, нет. И тут я вынужден немножко поругать Red Bull. Каким бы он ни был у нас в России и в ближайших странах, которые имеют похожий дизайн, каким бы у него ни был вот этот дизайн, который пытается быть похожим на батарейку, или вкус тропиков, который просто монохромный, тут они действительно, ну, компания действительно сделала всё намного лучше и красочнее. Это красиво, это необычно. На самом деле, компания, которая выпускает этот напиток, то есть Red Bull во Вьетнаме, у них есть ещё несколько энергетиков, которые выходят в похожем стиле, но то я вынужден уже признать, кровина, кайка вот с этого. Но, тем не менее, это оригинальный Red Bull напиток. Кстати, производит его компания... Извините. Намбит Фотс энд Беверк, но ЛТД. Короче, вот эту газировку, или что это? Это сок, сок, по-моему, вы по-любому видели, либо в магазине иностранных товаров, потому что их никто не берёт, потому что это просто сок, который очень дорогой, или в магниты его очень часто завозят. Короче, подводя итоги за дизайн, вот этой классной маленькой баночки я вынужден поставить... Вынужден. Почему вынужден? Я хочу поставить 8 молний из 10. Это действительно заслуженно. Это просто золотая оценочка. А мы переходим к цене. И я взял этот напиток в магазине иностранных товаров, который называется Евразия. Не реклама, просто я должен был сказать, где я это нашёл. За 149 рублей. Но, тем не менее, я порыскал в интернете, и его можно заказать. Опять-таки, должен вам сказать то, что этот энергетик не так уж и просто найти. То есть, или магазин иностранных товаров, или молиться на то, чтобы какой-то магазин буряндовый заказал несколько партий иностранных товаров, опять-таки, или заказывать сам его в интернете. Поискав в магазинах там, я нашёл его за 70 рублей. Это прямо в наличии было, можно было купить в один клик. Далее, за 89 рублей, за 90 рублей, за 120 рублей. Моя цена за 149 рублей и за 179 рублей. Но нужно держать в голове тот факт, что этот энергетик всё-таки, даже если он официально возится в Россию, всё равно он возится, то есть, является иностранным товаром. И тут есть также наценка за вывоз в страну. Поэтому ценовой диапазон у него довольно-таки широкий. От 70 до 179 рублей. Кстати, если покупать Red Bull именно во Вьетнаме, вот похоже, то есть не Black Bull, а Red Bull, то цена примерно такая же, как у нас в России на него. За баночку 250 миллилитров. Кстати, насчёт баночек, переходим к удобству данной энергетики. И вот такая малышка, и объёмом 250 миллилитров. Вынужден отметить один интересный факт, потому что это отмечается тут, что банка необычная для России форма. Таких вот пухльшей нигде не найти. У нас сейчас все начали делать эти вытянутые банки, если мы говорим про 0.25 или 0.33. И привычные нам около 0.5 вот эти вот баклажки. Про бутылки я говорить ничего не буду. Там у кого торпеда, как у Торнадо, у кого просто вот эта бутыль а-ля бутылка пива или бутылка класса. А вот такие пухляши у меня действительно... Мне понравилось, как она выглядит. И из плюсов могу ответить то, что в коллекции, кто коллекционирует банки энергозов, она будет смотреться очень красиво. Из минусов ответить то, что вряд ли с ней может что-то сочетаться рядом. Но это немного слов. А если ставить оценку, то, к сожалению, только один вид Тары. Несмотря на то, что вид Тары самый удобный, но у него самый удобный объем. Но тем не менее, 4 молнии из 10. Далее с вами говорим про состав. Итак, поехали. Вода, сахар, лимонная кислота, Е330, таурин, кофеин, иназидол, цитрат, натрия Е331, витамины В3, В5, В6, ароматизаторы, красители, терпозин, Е102, желтый, солнечный закат, Е110, сербат, калия Е202. Не рекомендуют солицам до 18 лет старшего пожилого возраста, больным гипертоническими болезнями, с нарушением сердечной деятельности, повышенной нервозбудимостью, выраженными, чемоданками, сходящей бессонницей, беременным и кормящим женщинам. Пищевая ценность в 100 мл. витаминартическая ценность 280 кг энергии или 68 ккал, углеводов в 17 грамм, таурина от 200 до 400 мг, кофеина от 13 до 20 мг. В самом составе ничего необычного нет. Разве что для русского потребителя непривычен тот факт, во-первых, что углеводов в 17 грамм это самое большое содержание углеводов. Да, тут написано в 100 мл. витаминартической, то есть не во все банки, а только, получается, в этой банке до 425 мг сахара. И написано не точно значение таурина и кофеина. Кофеина тут в любом случае мало, то есть даже если мы берем по максимуму 20 мг, это довольно-таки мало, потому что даже в том же флэше Торнадо там 30 мг. Таурина тут уже побольше, но, в принципе, как и в обычном Red Bull. По-честному говоря, я слышал ту информацию, что говорили, мол, Red Bull, который в России, типа, да, это популярно, да, кто-то его берет, у него есть свои потребители, но настоящий Red Bull, это, мол, вот тайский, немецкий, возможно, вьетнамский, то есть вот такие вот, это тот Red Bull, который и должен быть по-настоящему. Я очень на это надеюсь, потому что мне действительно нравится цветная линейка Red Bull, но не нравится их ценовой диапазон, во-первых, но по скидке почему бы и не взять, и не нравится их классический вкус, то есть Classic и Classic Sugar Free. Надеюсь, хотя бы это меня порадует и оправдает свои 140-149 рублей. Итак, переходим к тем типам критерий, после которых нам придется открыть данную баночку. Но перед этим скажу то, что первая ссылочка в описании написана, написана, да, я ее написал, ссылочка на донат. Друг, если ты мне поможешь, хотя бы рублем, копейкой, я буду очень благодарен, потому что даже на такие выпуски приходится тратиться. Кстати, у меня даже освещение поделилось, какое-никакое, но все-таки плюс. Итак, стаканчик уже у меня тут, и он капец, как у холода, поэтому я его пока поставлю. И мы с вами, Red Bull, Black Bull, все время лежал у него в холодильнике, то есть сейчас он холодный, несмотря на то, что он у меня в руках, пока я снимаю это видео, это вступление, скажем так, перед главной частью, он холодненький. Но сначала запах. Итак, поехали. Честно сказать, узнается классический вкус энергетика, вернее, запах классического вкуса энергетика. Но дело в том, что вот есть несколько энергетиков, которые по вкусу вот прям очень-не очень, например, ну, для меня, для меня, опять-таки, чисто им холод, как я должен вам передать, запах вот этого Red Bull, Red Bull без сахара, Hot Six, кайф без сахара. В запахе для меня чувствуется прям то, что мне не очень нравится. Итак, я протру полотенчиком хотя бы одну сторону, чтобы был виден цвет. Я думаю, так нормально будет. Я надеюсь, вы не против, если я сделал вот так, потому что стакан действительно пипец такой холодный. Итак, газированность, цвет. Ну, газированность заявлена напиток без алкоголя, натонизирует. Не газированный. Это не газированный Black Bull. Это, вау, это не газированный Black Bull, Red Bull, вьетнамский. Цвет действительно необычный. Это даже не сахарный колер. Это чистый такой желтый, желтый, желтый насыщенный цвет. В запахе появляется что-то такое терпкое. Так, я недавно наткнулся в ТикТоке, в котором мужик бомбил на то, что значит такое терпкое, поэтому я, наверное, должен это, наверное, рассказать, да? Такой вяжущий, вяжущий, слегка вяжущий аромат. Пробуем его, вкус, и сегодня дегустируем его на ночном методе, потому что энергос у нас иностранный, и иностранный, не эностранный, а иностранный. И нужно проверить его энергетичность. Буду сеть за компом, но, тем не менее, я думаю, все будет классно. Итак, ваше здоровье я дегустирую. Сейчас говорю сразу, пока у меня все мысли в голове. По-любому, есть такие люди, которые подумали, что наверняка негазированный энергетик с классическим вкусом это будет как будто просто взяли энергетик и вот вспоминать, вернее, те ощущения, когда пьешь классический энергетик, но он уже разгазировался. Вообще нет. Вот представьте, что энергетик это фрукт, и из фрукта выжали сок. И это что-то типа сока. Энергетик это вау! Я хочу сделать вот так. во-первых, сначала ты чувствуешь сладость. Сладость тут прям на высшем уровне, то есть она, мне кажется, даже если вот это все перелить в блюдце и поставить на ночь или на сутки, на сутки на подоконник, чтобы лишняя вода выпалилась, то это получится карамель, которую можно будет потом десерты украшать. Но когда ты пьешь, ты чувствуешь, во-первых, такую сладость, как будто просто сладкая водичка. А потом вкус, знаете, вот сейчас попробую объяснить. Вот был у вас в детстве такой, что вам выписали, ну, вы заболели, вам нужно пить лекарства, и среди всех лекарств, ну, нескольких лекарств, вы берете одно, которое, в принципе, даже неплохое на вкус. То есть вы такие, ну, это лекарство, но хотя бы вкуснее. Я очень извиняюсь за то, что я дальше скажу. Если вы кушаете, то приятного аппетита, даже вы рекомендуете на ближайшие 15 секунд понесить звук или отставить еду. Но когда у меня в детстве были проблемы с желудком, то есть когда я поносил, прямо говоря, мне давали лекарство, у которого был банановый вкус. И оно мне настолько нравилось, что я в какой-то момент мечтал, чтобы у меня начались эти проблемы, чтобы мне дали опять это лекарство. Это просто в качестве примера, на самом деле тут не банановый абсолютно вкус. Просто вкус, вот ты чувствуешь, что это энергетик, но что-то незнакомое и что-то одновременно знакомое и вот что-то непонятно. Я очень сильно удивлен. Единственное, что моему удивлению не соответствует оценка 10 из 10, потому что опять-таки есть минусы. Теперь начнем говорить про них. Во-первых, сладость. Как я уже сказал, это очень сладко, но я это допью без всякого но, потому что мне, например, нравится из такого очень сладкого это Rockstar Punch четырнадцатого. Вот там примерно 14, по-моему, миллиграмм сахара, 14 от них, если я не ошибаюсь, я же крутой, который запоминает все. Вот там его много, вот здесь вот его больше, но я это все-таки перетерплю и допью. И второй минус, несмотря на то, что по вкусу это как вкусненькое лекарство, после вкуса у него просто лекарственное, такое аптечное. И это немножко даже сбивает стол. Плюс, да, должен отметить еще раз, что это негазировано и очень непривычно. Но, я не знаю, если вы пьете энергетик и говорите, что энергоз невкусный только из-за того, что он изначально был негазирован, то у меня для вас плохие новости. Вы можете продолжать дальше пить энергетик, и вам никто не запрещает. И вас никакая полиция это не остановит, тем более я. Но, как сомелье энергетических территорий, вы будете очень плохим, потому что у нас нужно быть готовым ко всему. Но мне вот это нравится. Это намного вкуснее, чем Red Bull, который продается у нас в России. Ну, наверное, я должен поставить компании Red Bull Black Bull лайк за это, а за оценочку так у нас два минуса и нет прям дикого такого восторга, просто была неожиданность. Поэтому, я думаю, 8 молний из 10 это вполне круто. И так, я сейчас ухожу, допиваю это все и возвращаюсь, когда уже будем подводить итоги энергетичности. И так, вот у нас ступил следующий день и я готов подвести итоги энергетичности напитка Black Bull Energy Drink. И так, после того, как я его выпил, время, я не помню, говорил или нет, по-моему, ближе к 9 было, после того, как я его выпил, я почувствовал прилив энергии. Нет, не было такого, что чувство паники, тревоги, учащенное объение сердца, нет, такого не было. Просто я чувствовал себя очень бодро, но, к сожалению, лишь до полвторого ночи, после этого мы, ну, я с братом просидел, поэтому я буду говорить мы, мы легли спать и еще минут 30-40 продержались, ну, как в телефоне, посидели перед сном. В принципе, вот на этом было все. Как я бы сказал, эффект мне понравился, но он не долгосрочный. Он хороший, он нет никаких побочных эффектов, но, к сожалению, опять-таки, не долгосрочный. Если посмотреть по времени, то есть, примерно до 2, короче говоря, досидел, но со своим нюансом, что лег я в полу второго уже, я поставлю этому энергетику за энергичность 7 молний из 10. Подводя краткий итог, скажу так, я дал попробовать этот напиток своему брату, буквально маленький глоток, чтобы он распробовал, а остальное допил я, чтобы проверить по-честному энергетичность, и он сказал, что ему не понравилось. Я бы сказал второй раз уже, что этот напиток изначально и не газированный. Он такой, а да, решать перепробовать, и все равно он прям скривился, ему не понравилось. Поэтому, несмотря на то, что я ему поставил хорошую оценку за вкус, все-таки, видать, это больше вкусовщина, чем я думал. Так, еще раз, вкус необычный, энергетичность вполне нормальная, но не супер мощная, то есть даже среди российских аналогов есть очень много напитков, которые взбодрят вас намного лучше. на этом, я думаю, все, можно заканчивать. Если вам понравился видеоролик, то поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, и не забывайте, то что первое ссылочек в описании будет, ссылочка на донат. Всем удачи, до новых встреч, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok